Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Меня зовут Оля, мне 49 лет. Я стройнею, не спеша, с веса почти 115 кг. На сегодня мой вес колышется немножко, 97,5-98,5. Начала свой, я надеюсь, последний поход за стройностью я в октябре прошлого 2020 года. Не снимаю я сейчас себя, потому что я так соскучилась по прогулкам, что такая даже не прихорошилась, не накрасилась ничего. Вот решила показать вам наш летний парк, потому что я гуляла по нему зимой, а сейчас здесь красота просто нереальная. Сегодня 23 мая, наконец-то я все-все посадила, все досаживала сегодня гладиолусы, там капусту, кабачки, тыквы, в общем, все вот это вот последнее. Устала на огороде, но пришла, поужинала. Делала я окрошку, но окрошку я ела на обед, а на ужин решила 200 грамм съесть просто как салатиком. Не стала уже делать окрошку. Вот такая красота. У нас начинаются белые ночи. Живу я на Северном Урале, в маленьком городе Волчанске, который, кстати, занесен в Книгу рекордов России, как самый маленький город, с трамвайным сообщением. Кому интересно, можете набрать, посмотреть много-много роликов на эту тему. Сейчас почти 10 вечера. Солнышко, вон, только-только опускается, уже 10. Наш город на одной широте с Питером, поэтому у нас тоже белые ночи, вот. Поэтому я гуляю. Шла так-то я, конечно, быстрым шагом, потому что... Так, а я не сказала, да? Отказалась я от сладкого, мучного, жирного. Практически на ПП. Ну, не совсем на ПП. Но стараюсь, стараюсь, потому что я не люблю готовить... Вот смотрите. Вот май, и вот зеленые листочки березы почему-то очень много на дорожке. Я ничего не могу понять, причину этого. Вот. Вот такие вот у нас высоченные березы. Просто огромные, огромные. Но я вот иду, второй круг уже по парку. Первый пролетело просто. А вот. А сейчас вот даже не могу понять, то ли то, что у нас тут сильнющие ветра эти дни, но все равно удивительно. Очень удивительно. А еще, значит, что я считаю еще калорийность. Высчитала я свою равновесную. Она у меня, что интересно, по разным формулам, немножко разная. 1800 до 2000. Нужно отнять 15-20%, чтобы стройнить. И у меня это вот, в общем, я кушаю в пределах 1200-1500 ккал. Вот сегодня у меня, ой, я ужин записала, но посчитать забыла. Ну, что-то, наверное, 1400 у меня сегодня будет. Ну, и движение. Движение, движение. Так как у меня инсулинорезистентность. А можете тоже. У меня, кстати, есть ролики тоже на канале на эту тему, что это такое, что это за штука. Когда клеточки наши не видят инсулин, и худеть в данном случае трудно, помогает этому движение. Потому что при движении у нас активизируются другие гормоны, помогающие нам стройнеть. А тему... Спасибо вам огромное за комментарии. Вообще, в основном комментарии, конечно, пишите мне классные, но и критика бывает. Да, я все как бы воспринимаю, обдумываю. Я, значит, стройнею, как сказать, стараюсь с умом. Я смотрю диетологов, эндокринологов, и читаю много на эту тему. В общем... Но написали мне вот такой комментарий. Ой, там люди идут. Сейчас нажму паузу. Теплынь. У нас примерно плюс 20. Вечер. Много людей гуляет в воскресенье. А, значит, написали мне такой комментарий. Не помню, Марина или Мариша. Вот. Посмотрела она мой ролик, где я говорила, что я кушаю. И в том числе я сказала, что кушаю свою консервацию. Ну, у меня же сад. Мы много овощей и свежими сохраняем. У меня от урожая до урожая морковь, свекла, капуста свежая и квашу я тоже. Вот. Но я делаю еще. И лечу, и огурчики мариную, и помидорчики делаю, и икру кабачковую, и всякие соляночки. Ну, в общем, я много чего делаю. Так вот, она написала, что, типа, консервация – это вред. А я, вы знаете, и на эту тему тоже и читала, и смотрела много. Но какой вред? Вы меня обоснуйте. Я ничего вредного в этом не нахожу. Во-первых, я делаю все это дело, как говорится, консервацию, слово такое, из своих овощей, которые я вырастила. Я знаю, как я их вырастила. Они вкуснющие. Я их не пересаливаю. Уксуса тоже не кладу много. То есть у меня все в меру. Вот смотрите, как светло. Все вкусненько. Летом, летом, осенью, когда еще все свежее, конечно, мы едим все свежее, естественно. Помидоры, перцы, огурцы, там кабачки, ягод море у нас. И слива, и вишня растет, и яблоки, и груши даже бывают, вызревают. Просто говорю, Северный Урал. Вот. Вон там у нас автодром, где там права сдают. Вот. А здесь у нас пруд. Один пруд. И там дальше еще второй пруд с мостиком. Вот буду вот так снимать. Так вот. И мне кажется, те овощи, которые у нас зимой продаются, я не знаю, как в крупных городах, у нас нету ни вкус вилав там, ни каких-то таких. У нас есть магнит, пятерочка, монетка. Они говорят, знаете, про помидоры? Ой, говорит соседка, не чувствую ни вкуса, ни запаха. Шо? Говорит, ковид. Нет. Помидор из пятерочки. Вот. Понимаете? Так это полезно, что ли? Что помидоры, что огурцы, ни аромата, ни вкуса. Так что, вот, я на эту тему. Что если я сделаю что-то? А, у нас же тут еще море грибов. Мы грибочки маринуем, и сушим, и замораживаем. И что только тоже не это, не делаем. Соляночку я делаю, обалденную капусту с грибами. Когда, девочки меня спрашивали, буду ли я снимать ролики на тему, когда буду что-то на зиму заготавливать, конечно, буду снимать. Так что, вы меня не убедите. Я никакого вреда в этом не нахожу. В чем вред? В том, что я использую соль, сахар, уксус. Так я же не, не это самое. Вы вот купите маринованные в магазине огурцы, не знаю, я сто лет не покупала. Как-то, где-то мы были в гостях, так там открыли баночку, так есть нельзя было, там был галимый уксус. Понимаете? А я-то делаю все по-другому. Так что, мои дорогие, вот, наконец-то я отсадилась, выбралась я погулять с превеликим, с превеликим блаженством. Вот, вот у нас тут еще автодромчик. Вот, тут у нас много, много, много всего в парке красивого. Там беседка, там всякие площадки, мостики. Ну, все, мои хорошие. На этом я заканчиваю свое, так сказать, выступление. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, всякие, все прочитываю, все мне очень нравится. Пока-пока, ваша Оля.